Четыре месяца назад ливийская армия освободила город Тархун на западе страны, который длительное время пребывал во власти незаконных вооруженных формирований халифы Хафтара, которого активно поддерживала и спонсировала Москва. В данном городе дислоцировалась известная своими зверствами и жестокостью 9-я бригада армии опального маршала, которая, как оказалось, чинила настоящее безумство в оккупированном городе. При освобождении в Тархуне было сообщено о более 250 пропавших без вести местных жителей. С тех пор тут начали находить массовые захоронения с останками людей. Буквально на днях в городе было найдено новое массовое захоронение с останками 12 людей. Всего же было обнаружено 14 массовых захоронений с останками 70 человек, что вместе с найденными телами по подвалам больниц и контейнерам как раз и составляет названные 250 жертв кровавого маршала. Фактически в Тархуне произошло не что иное, как геноцид местного населения, которому, вне всяких сомнений, приложила усилия и главная сторона террористов в мире. Эрефия, которая активно поддерживала Хафтара оружием, личным составом в лице вагнеровцев, а также посильной дипломатической помощью, использовала его армию как средство для блокирования ливийских месторождений нефти и портов, чтобы поддерживать приемлемые цены на нефть на мировом рынке, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Не желая, чтобы ливийская нефть попала на рынок, тем самым обрушив и без того низкие цены, Эрефия снабжала Хафтара всем необходимым до тех пор, пока в дело не вмешалась Турция, заключившая с признанным правительством Ливии военно-экономическое соглашение. Турки помогли разбить несколько группировок вагнеровцев и хафтаровцев, в результате чего блокада была снята, а российские наемники, поджав хвост, вернулись, правда, не все обратно на Россию. Это информация к сведению о том, что делала Эрефия в Ливии и какую цену заплатил народ этой страны за то, чтобы Сечин, Путин и компания окончательно не лишились своих нефтедолларов. Геноцид, смерть, разруха и полное пренебрежение ко всему человеческому – вот такая она российская помощь другим странам в своих интересах. При этом стоит заметить, как же тщательно Эрефия подбирает себе союзников для дестабилизации государств, выискивая настоящих преступников, которые готовы пойти даже против своего народа во имя собственных меркантильных интересов и амбиции, а также заинтересованности кучки гибистов в Кремле. Отметим, что миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии в своих докладах назвала ситуацию в Тархуне ужасающей, потребовав начать немедленное расследование о внесудебных казнях. Международный уголовный суд уже анонсировал начало расследования в связи с массовыми захоронениями в Тархуне. В ходе этих расследований непременно вскроется участие Эрефии. Например, докажут снабжение российским оружием, участие в массовых казнях кремлевских наемников и прочее. Это, в свою очередь, станет еще одним дополнением в копилку преступлений Путина и его клики в последующем судовом разбирательстве, которое случится рано или поздно и вскроет всю подноготную этого скотного двора.